Путешествия Пищи по организму Сегодня на уроке будем описывать роль системы пищеварения в получении энергии для жизнедеятельности человека Прежде чем приступить к новой теме, предлагаю вспомнить, о чем мы говорили на прошлом уроке Постарайтесь ответить на вопросы Анатомия – это наука Что такое орган Какие три основные полости есть в теле человека Первое. Анатомия – это наука строения организма Второе. Орган – это часть организма, которая имеет определенные строения и выполняет определенную работу Третье. Грудная полость Основные органы грудной полости – сердце, легкие, бронхи Брюшная полость Основные органы брюшной полости – желудок Печень, почки, толстый и тонкий кишечник Органы большого и малого таза Перед вами предмет Как запустить его За счет чего движется машинка? Правильно, за счет батареек Ребята, но у человека нет батареек Что помогает нам двигаться? Бегать, говорить Верно, пища Что значит пища для нашего организма? Какой можно сделать вывод? Что без пищи человек не может жить, расти, двигаться, бороться с болезнями Сегодня мы продолжим путешествие по нашему организму Будем открывать тайны здорового образа жизни Мы узнаем, какую роль играет состав пищи Познакомимся с ее свойствами и узнаем, как она воздействует на наш организм А чтобы подробнее раскрыть тему нашего урока Предлагаю отправиться в магазин Посмотрите на витрину магазина И определите, на какие группы можно разделить данные продукты Правильно, полезные и вредные Подумайте, на какие еще группы можно разделить эти продукты Животного и растительного происхождения Не все продукты, которые мы употребляем в пищу, полезны Наука доказала, что правильное питание – главное условие крепкого здоровья Неправильное может вызвать болезни Как вы, ребята, считаете, какие продукты можно назвать полезными, а какие вредными? Почему? Выберите продукты, которые полезны для вас и разделите на две группы Молодцы! Полезные продукты и вредные продукты Как вы думаете, какие органы участвуют в преобразовании всех этих продуктов в жизненную энергию? Это органы брюшной полости Именно здесь и происходит процесс, который мы называем пищеварением Пищеварение – это переработка пищи, ее усвоение организмом и превращение в энергию, которая необходима человеку Чтобы быть здоровым, надо питаться разнообразно, есть овощи, фрукты и кисломолочные продукты Это очень важно для вас, потому что именно в детском и юношеском возрасте формируется скелет, мускулатура, нервная система и все внутренние органы Главное условие правильного питания – это умеренность в еде и ее разнообразие Что значит умеренность? Верно, не переедать Посмотрите на этого героя, можно ли назвать его умеренным в еде? О разнообразии Определите, разнообразно ли питаются эти люди? Вывод Нужно есть разнообразную пищу Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья Мы уже определили, что продукты бывают вредные и полезные Питание должно быть умеренным и разнообразным Давайте выясним, на какие еще группы делятся все продукты нашего питания Все продукты по питателям вещества, которые составляют его основу, можно разделить на три основные группы Белки, жиры, углеводы Послушайте, для чего они нужны нам Белки Строительный материал для клеток Они нужны, чтобы мы с вами росли, развивались, были активными и не болели Чтобы вырасти ты мог, в пище должен быть белок Он в яйце, конечно, есть В твороге его не счесть В молоке и в мясе тоже Есть он и тебе поможет Углеводы, как топливо для клеток Как бензин для машины Они нам дают силы для физической и умственной работы Фрукты, овощи и крупы Удивительная группа Нам в тепло и в непогоду Поставляют углеводы Нам клетчатку посылают Витамины добавляют И энергией питают Жиры продовольственные и топливные склады Жир, что в пище мы едим Очень нам необходим Сохранит температуру Повлияет на фигуру Защитит от холодов Шубой нам служить готов Вот мы и выяснили Какая пища полезная Какая вредная Теперь мы с вами знаем Что нужно есть, чтобы быть здоровыми А теперь смело отправляем Нашу пищу в путешествие Что происходит с пищей во рту? Давайте проведем небольшой опыт Возьмите печенье И откусите кусочек Мы жуем И понимаем, что печенье становится мокрым Верно Печенье смачивается слюной И измельчается зубами Но куда же делась пища, которую мы съели? Что с ней произошло? Давайте посмотрим весь путь движения пищи По нашему организму Как она видоизменяется И усваивается организмом Сначала пища попадает в ротовую полость Мы откусываем и пережевываем ее зубами Перемешиваем языком Уже во рту пища начинает перевариваться С помощью слюны Слюна – это жидкость, которая выделяется Слюнными железами в полость рта И смачивает пищу Дальше язык перемещает пищу И продвигает ее в глотку Мозг получает информацию от языка И слизистой оболочки рта И определяет, съедобна ли пища или нет Язык проталкивает пищу в глотку Оттуда пища проходит в пищевод Пищевод – трубка, соединяющая глотку и желудок Мышцы пищевода проталкивают пищу в желудок Пища в желудке переваривается от 3 до 6 часов Запомни, для того, чтобы пища лучше усваивалась, ее нужно тщательно пережевывать Чтобы наши батарейки работали слаженно и энергия не заканчивалась, надо выполнять правила приема пищи Пища должна быть разнообразной Сладости мешают выделению желудочного сока Жирная пища вредит организму Овощи и фрукты – основа здорового питания Принимать пищу нужно в одно и то же время Обычная вода лучше всего утоляет жажду Перед едой нужно мыть руки На этом наш урок подходит к концу Одному мудрецу задали вопрос Что для человека важнее – богатство или слава? Он ответил – не то, не другое, а здоровье Здоровый нищий, счастливее больного короля Прислушайтесь, слава мудреца И твердо запомните, что лучше всех о своем здоровье можем позаботиться мы сами Вам было интересно? Вы все поняли и запомнили Я не сомневаюсь, так как сегодня мы путешествовали по нашему организму Пожалуйста, определите свое место на лесенке успеха Уверена, что все вы оказались на верхней ступеньке Для самостоятельной работы предлагаю творческое задание Первое – используя окружающие вас предметы Создайте модель пищеварительной системы Второе – составьте меню на неделю для всей семьи Берегите себя и близких Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова